Валерий Седов Валерий Седов Кузнецова сказал Подай заявку Я говорю, да вы знаете, я никогда еще и на гранты не подавал А мы тебе поможем Но у тебя идеи есть? Я так подумал, ну какие же идеи? Буквально перед семинаром Проходил областной Конкурс Серебру Который проводился для старшеклассников Занимающихся естественными науками И ежегодный конкурс был, правда, седьмой раз проводился, областной конкурс, то есть со всех уголков Рязани народ съезжался. Меня как-то странным образом все-таки нашли и сказали, могли бы вы поучаствовать в создании качественных задач по физике. Я говорю, я могу, но только качественные. И я подготовил около 30 задач, они были и по Есенину на творчестве Есенина, и по Роулинг были, Джон Роулинг, задачи, и по картинам известных художников, связанных с Рязани. После этого, когда мне сказали, я говорю, ну хорошо, давайте, как будет выглядеть заявка, если это будет называться, допустим, увлекательные уроки или волшебные уроки физики на основе, допустим, произведения Роулинг. И руководство сказало, замечательно, оформите в виде заявки. И я стал оформлять заявку. Мы отправили предварительное, что мы это будем. Нам пришло приглашение на этот семинар. Не только приглашение, но еще и в практическую часть семинара. Потому что, как бы, было... Все могли участвовать там, могли присутствовать, но полдня. А вторая половина дня как раз шла вот эта... Как бы предгрантовая заявка, пробные защиты, дипломы, вот этих заявок было там. Что можно сказать? Вот я заметил, что когда вот это... Дошла очередь, допустим, выступить и что-то сказать, и когда я заикнулся, что проект называется «Рязанский Хогварст. Уроки физики и математики и астрономии шахмат» на основе, значит, романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». И, значит, руководитель семинара сказал, вот, видите, а говорят, что Роулинг не читает. Вот как бы так было обращено внимание. Значит, где-то на следующий день даже мне дали две минуты для предварительной защиты этого, значит, проекта я вышел, рассказал, как, что я буду делать. Все это послушал, сказал, все хорошо, хорошо, и все. Ну, вот после этого, значит, семинар закончился, заявка была отправлена 30 апреля, а 4 июля грянул гром, сказали, что нам выделили почти 300 тысяч рублей на реализацию проекта. Вот, честно говоря, когда подавал, с сотрудниками библиотеки разговаривали, все воспринимали вообще-то как сказку. Почему? Не из-за того, что проект сказка, а из-за того, что я говорил, хочу получить 300 тысяч рублей, это верхний предел фонда, выше они не дают на индивидуальный проект. Сказали, куда тебе такие деньги? Я говорю, ну, как куда? Мы купим планетарий, значит, а он стоит порядка 200 тысяч рублей. Купим комплекты шахмат, чтобы ребенка был, демонстрационную доску, электронные часы шахматные. Купим брейн-систему, дети будут играть в командные игры классные. Они увидят оборудование, которого нет в школе, вот они просто будут потрясены. Все говорят, ну да, ну это на сказку вообще похоже. Ну и когда деньги дали, все сказали, вообще-то это как бы не сказка. Проект «Рязанский хоббард» довольно молодой. Как пришла идея и почему именно произведение Джоан Роулинг решили включить? Ну, к этому проекту я шел давно, если так сказать. Значит, дочь, когда была в первом классе, поступила, я занялся тем, что как бы сопровождал ее небольшими брошюрами познавательного плана. Брошюры были такие, допустим, мы в то время жили в Туркмении, в Рязани вот 13 лет уже живем. Значит, брошюры были такие. Азбука Каракомов, задачи Стандера, 300 авторских задач по математике для начальной школы, значит, беседы о природе. Значит, маленькие книжечки, действительно, кроме беседы, как бы это, ну, как бы программный такой материал небольшой, а еще и художественные рассказы, познавательные для детей, тоже о природе. Таких книжек даже две вышло. Там, значит, «Летают ли черепахи», одна называлась, а вторая, значит, «Как остановить время», так назывались книги. В общем, мы издали 120 тысяч книг в Туркмении за 10 лет. То есть, появился опыт вот этого создания. Потом, чтобы моему ребенку не было скучно, я ходил, значит, в ее класс и проводил уроки физики. У меня есть опыт работы учителем физики 6 лет. И, значит, четвертым внеплановым уроком в субботу детям устраивал физические шоу. То есть, я им задавал качественные задачи, пока просто из жизни. Дочь подрастала, стала, значит, конечно, уже научилась читать, компьютер освоила. И мама, случайно, будучи в Москве, привезла первое издание этого Гарри Поттера, который вышел в «Росмен». Первый том привезла, не первый даже, а три тома привезла. И огромный календарь Гарри Поттера. Ну, дочь у нас заболела Гарри Поттером, она стала читать это. Я тоже взял первый том, я прочитал. Ну, когда я стал читать первый том, мне вдруг, значит, я нашел у Роллинга ляпы, значит, где она описывает, значит, явления, но они с физикой. То есть, она обычная явление, не сказочная описывается, обычная. Но описание ее, значит, входит в конфликт с законами окружающего мира физики. Я думаю, стоп. А вот если я, значит, придумаю задачи, которые, так сказать, разоблачают Роллинг, которые, значит, скажут, где она ошиблась. Ну, не она ошиблась, допустим, профессор Макгонагал ошиблась, профессор и ошиблась, Дамблдор где-то ошибся там. Это же здорово будет. Я стал готовить такую книжечку. Я нашел 80 задач в текстах. Вот оттуда получилось так, что как бы накоплен был материал. Ну, значит, 10 задач я описал прям готовые для книги. Я задавал, значит, качественную задачу, цитату приводил, качественную задачу, делал свой. И делал детективное описание. У меня как бы типа Шерлока Холмса и Ватса нашли разговор. То есть, такая книга рождалась. Написал Росмен. Росмен не заинтересовался этой проблемой. Ну, то есть, этой книгой, ну, нет, нет. Все. Ну, и материал висел, висел, висел. И когда вот пошел этот самый областной конкурс «Серебром» наших школьников рязанских, я там несколько задач по роулингу, это самое, отправил организаторам. И они в качестве задания детям заслали. И потом организаторы конкурса сказали мне, слушайте, детям очень нравятся ваши задачи. И вот как бы уже это созрело. Почему я смело заявку-то сделал. То есть, этот путь уже был пройден где-то. То есть, мне надо было только как бы в новом качестве это немножечко сделать. Поэтому физика была как бы отработана. По математике я заикнулся, но я нашел там 8 задач по математике интересных. Тоже думаю, ну и хорошо, значит, будут и задачи по математике. Но астрономия, она туда не входила, хотя там, значит, немножечко там Луна появлялась в небе. Ну, астрономию мы уже не связывали с роулинг, но связали с планетарием. И дали детям вот такой кусок астрономии, который в 10-м классе, там в 11-м классе еще дети не проходят. То есть, только еще вводят в курс астрономию. Они уже на раннем периоде знакомятся. В день открытия школы дети пошли в планетарии, а я с родителями проводил первое как бы родительское собрание установочное. Ну, мы определяли, в какие дни удобнее проводить, как построить этот процесс, сколько часов, много, мало. Вот эти все вопросы мы согласовали. Безопасность детей, чтобы родители прониклись вот этой ответственности, что надо привести, а можно оставить, но надо его забрать, когда занятие закончится. Значит, я им еще выкатил вот этот вопрос. Не вопрос, а сказал, что у вас будут домашние задания. Вы будете вести родительские дневники наблюдения. Это, конечно, не фискально, что там, значит, следить. Нет. Нет. Ну, смотрите, общайте. Вы поймите, родители, что проблема не решена, что вы нам детей отдали, как вы в школу отдаете, и забыли их. И вот Владимир Петрович и Ирина Юрьевна им займутся. Нет. Мы будем заниматься все вместе. И вы скоро почувствуете, что мы одна команда. Ваш ребенок и мы двое. Ваш ребенок и еще команда класса, потому что он и с классом будет работать. Действительно так получилось. После первого триместра, после первых десяти дней занятий, родители представили родительские дневники. И вот из 30 родителей мы получили 22 родительских дневника. То есть как бы они, ну, отсчитались у нас. И вот по родительским дневникам мы-то и увидели, что происходит с детьми. Мы были удивлены с Ириной Юрьевной. Ну, вот буквально кратко-то такое вещь. Кто-то вообще не знал, как называются фигуры. И самый младший мальчик к нам пришел. Он в детский сад ходит. В этом году пойдет в школу, в первый класс. Вот на уровне прошлого года, ему было фактически 7 лет, он пришел, значит, это самое. Он не знал название фигуры. Его пытались дома научить шахматам. И это полный, он сказал, ну, отстаньте от меня, и все. Отстали от него. Здесь он научился играть. И, значит, когда пошли тренировочные игры, поставить мат одной ладью, двумя ладьями, значит, ферзем, он девочке, которая, значит, занимается 4 года в секции, в шахматной, вперед всех учеников в классе, он влепил ей вот эти три мата. Ну, они были учебные. Она была восхищена и сказала, это чудо-ребенок. Вот этот ребенок, то есть, и ему самый дорогой подарок, ему подарили, значит, на день рождения, огромные шахматы, большие. Он был счастлив, страшно. Вот мама потом сказала, вы знаете, я еще ни разу ребенка своего не видел, вот сколько, 7 лет, я ни разу не видел таким счастливым. Это было для него нечто. Вот он, ну, просто вот, то есть, вот даже на простых примерах, таких небольших, значит, а дневников-то у нас 22 и все, там мы в книге мы 4 или 5, это около 6 дневников мы привели, не изменяя. Прошел, так понимаю, первый учебный год Рязанского Хогвартса. Какие планы дальше? Ну, мы заявили, мы так решили, значит, вот с Ириной Юрьевной решили не бросать это дело. Я говорю, Ирина Юрьевна, давайте продолжим. Она говорит, в смысле продолжим? Я говорю, ну, мы не будем теперь упираться в Роулинга, в Гарри Поттера. Есть же другие вещи. Вот по аналогии, допустим, с Роулинг, можно кучу задач. Значит, у меня есть задел найти в произведениях Пушкина, Лермонтова, Есенина. У Есенина 30 задач нашел в творчестве. Значит, в картинах известных художников Сурикова, Репина, это готово, вот в Боярне Морозовне есть задача, уникальная задача физическая. Просто смотришь на картину, там есть один нюанс, где художник погрешил против истины. Он неправильно нарисовал одну фигуру, да, вот в Боярне Морозовне. Так глубоко мы копаем под это дело. А что там за фигура, если не секрет? А там бегущий ребенок, а бежать не надо. Стал анализировать это с точки зрения физики, значит, там относительность движения. Когда мы сидим в вагоне, допустим, и этот вокзал поехал, а вагон стоит, или вещи поехали, ой, вещи поехали, а мы стоим. Или соседний поезд тронулся, а мы стоим, а кажется, что мы поехали. Или вот это как раз есть закон относительности, когда мы точку отчета связываем с одним или с другим телом. И вот в этой картине, вот Суриков, он нашел, значит, решение вопроса, он связал точку отчета с движущимся ребенком. И относительно него происходит, значит, если его остановить, все движется. Если перенести точку отчета на другой объект, то все как бы, а то ребенок бежит, все равно движение есть. Вот такая, допустим, задача будет задана ребенком в новом проекте. А новый проект называется так. Значит, «Великие физики Парнаса». Увлекательные уроки физики на основе стихотворений известных отечественных поэтов и на основе произведений отечественной живописи. Вот как-то так. Мы подали заявку фонд Прохорова, фонд Прохорова промолчал. Родители уже спрашивают, а что будет дальше? А будет второе, а будет второе. Значит, нам хотелось бы продолжить. Взять этих же детей, которые пришли в ХОГОСТ, но мы хотим провести кастинг с ними снова. Почему? Мы не хотим брать всех. Все-таки кто-то там, но есть снимки, на которых видно, что не всем детям, допустим, интересно. Двое-трое там детей. Ну и недостаточно, допустим, потому что пойдем выше, еще сложнее пойдет. Хотелось бы брать, допустим, из 28 сейчас, допустим, человек 18 хотя бы. То есть пройдет честный кастинг, будут заданы более сложные вопросы, чем на предыдущем. В этом проекте мы разработали систему рейтингов за каждое буквально сказанное слово. Сказал ты слово, получаешь 2 балла. Сказал очень хорошо, даже не подошел, 5 баллов. Отлично ответил на задачу, великолепно, оригинально, 10 баллов получаешь. За домашние задания тоже были баллы. Владимир Петрович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем ответить на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова